Профессор физиологии японец Павел Дагай воспитывался в духе материализма. До третьего курса медицинского факультета он не мог выйти из материалистического тупика и был искренне убежден, что человек есть ничто иное, как вид материи. Физически глаза его нигде не видели в присутствии духа. Ему была видна лишь одна материя. Человеческое тело, правда, представлялось ему удивительным организмом, но ничего в нем, кроме тела студент-медик с ногой, о котором я говорил сегодня, не видел. Однако случилось в полгенолетних его каникул. При переходе со второго на третий курс медицинского факультета мать его родил прадедчиком. Он увидел ее умирающей. И все свои последние вновления, она пристально смотрела на своего сына. Вот эти глубокие взгляды матери, уходящей из физической сферы и земного мира, перевернули жизнь молодого студента. Глаза любящей матери, родившей его, питавшей его, воспитавшей, любившей до последней минуты, вдруг отказался ему, по всей несомненности, что душа у человека есть. И есть ее душа, неповторимая, живая личность, которая останется и после смерти, разрукий с ее любимым такаши, имя Козетра Нагая, до крещения. И смотря в глаза своей умирающей матери, этот честный отрицатель человеческой души, почувствовал эту душу своей матери, ее жизнь. И то, как теперь она разлучается со своим телом, не разлучаясь, она разлучится со своим сыном и не исчезнет. Она не разлучится никогда со своим телом и не исчезнет в стадии. Жизнь была глубже и выше, чем его материализм. После поколон матери, дом, где раздавался ее веселый голос, показался сыну его, пусть он. Уже теперь не мог согласиться, с идеей, что все, что было его матерью, в кавычках, вдруг исчезло и превратилось в мечтую. Пред ним открывался новый горизонт, горизонт духа, истины духовного мира. Он в это время познакомился с книгами, с книгами священописаний и понял, что медицина и другие физические науки имеют свои законы и должны им подчиняться, но науки ограничены своими возможностями, своей силой. Он увидел, что ученые математики и физики, как паскаль, верит в Бога и серьезно засуждают о бессмертной душе, о Боге и вечности. Ввиняв крещение, доктор Павел Нагай по-настоящему постиг великий смысл человеческой жизни Вселенной. Он понял, что мир и человек – это Божье творение, и человек – и, прежде всего, живая душа. Мы передавали беседу архиепископа Яна Шуховского. Вы слушаете голос Америки из Вашингтона. Продолжаем программу «Религия в нашей жизни». 15 с лишним лет назад на пыльной поверхности Луны отпечатались следы ног полковника военно-воздушного флота Соединенных Штатов астронавта Джима Ирвена. Член экипажа американского космического корабля «Аполло-15» Джим Ирвен был восьмым посланцем Земли, прикоснувшимся к лунной поверхности. Корреспондент американского религиозного журнала «Power for Living» «Сила для жизни» встретился с бывшим астронавтом и провел с ним беседу, отрывок из которой мы сейчас предложим Вашему вниманию. В начале беседы Джиму Ирвену был задан вопрос, что Вы почувствовали, когда оказались на Луне и посмотрели вниз, на Землю. Вот как на этот вопрос ответил астронавт. Посмотрев вниз, я увидел следы своих ног в лунной пыли. А вот когда задрал голову вверх, то увидел Землю. Она оказалась совсем маленькой. Больше того, с Луны мы видели только ее половину, одно полушарие, размером с шарик или с маслину, на расстоянии четверти миллиона миль от нас. Мы поняли, что оказались там только по милости Божией, и нам очень хотелось благополучно вернуться домой. Но совершенно непередаваемое ощущение находиться там, где нет никаких признаков жизни. Ни воды, ни воздуха, ни неба. Когда смотришь вверх, видишь только черноту космического пространства. Поражает и то, что даже днем видны яркие звезды. Далее в беседе сотрудник американского религиозного журнала заметил, что Джим Уин как-то сказал, что Бог сотворил Землю для человека, и попросил его прокомментировать эти слова. Так оно, несомненно, и есть. Это единственное известное нам пристанище для человека во всей нашей Солнечной системе, а, может быть, во всей Вселенной. Но когда я смотрел на Землю издалека с Луны, то она мне казалась размером с шариком. Я протянул руку и как бы взял ее пальцами, и тогда я подумал, если Земля так мала, то что я по сравнению с ней. Ведь я во Вселенной не больше крупинки. Да и что там крупинки, мельчайшей доли пылинки. Но Бог настолько любит меня, что вложил в мое сердце желание познать Его. Он также указал мне путь к Себе. Этот путь Иисус Христос. Ведь Иисус сказал, «Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Но Бог не только место нам уникальное приготовил. Его любовь к нам тоже уникальна. Он хочет жить в нас и придавать нам силы. Так что я вернулся на Землю с новым чувством. Я стал дорожить тем, на что прежде не обращал внимания. Далее в беседе с сотрудником журнала Power for Living, астронавт Джим Ирвин рассказал о своей роли в экипаже Apollo 15. Я был вторым пилотом лунного спускаемого аппарата и вместе с командиром корабля Дэвидом Скоттом выходил на лунную поверхность с целью ее изучения. Все это меняет человека – физически, психологически и духовно. Вернувшись домой, я понял, что Господь использовал этот полет, чтобы изменить мою жизнь. Я серьезно считаю, что Он позволил мне слетать на луну, чтобы, вернувшись затем на Землю, я бы смог проповедовать Его учение. Жизнь обрела для меня совершенно новый смысл. Когда я вернулся, моя вера была обновлена. Я начал проповедовать радостную весть об Иисусе Христе. Этим я с тех пор и занимаюсь. Для того я и основал организацию «Высокий полет», чтобы по возможности и другим помочь в самом высоком полете. Задача нашей организации в том, чтобы возвысить людей духовно, дать им возможность увидеть жизнь с другой точки зрения. Дать им насладиться открытием новых духовных горизонтов. Что касается названия самой организации, то оно взято из стихотворения «Высокий полет», написанного много лет назад молодым американским военным летчиком Джоном Гиллеспи Мэгги. Вскоре после написания этого стихотворения он погиб. Но вдохновение поэта живет, и летчики разных стран мира знают эти стихи. Я часто читаю слушателям это стихотворение, делюсь вдохновением полета и радостью познания Христа. Далее Джиму Ирвену был задан вопрос, был ли он христианином до его полета в космос? «Был, но я был безмолвным христианином. Веру я держал при себе и до полета даже не отдавал себе отчета, сколько она, моя вера, для меня значит. Многие из нас начинают по-настоящему ценить родной дом, лишь после разлуки с ним. Вот так я и вернулся из космоса, схождение по лунной поверхности, совершенно новым благодарным отношением к Земле, к дому, к жизни и к Богу». Должен ли человек стремиться все дальше в космос? Был следующий вопрос, заданный сотрудником американского христианского журнала астронавту Джиму Ирвену. Вот как Ирвен ответил на этот вопрос. «Я думаю, что Бог дал человеку особый талант. Мы постоянно находимся в поисках, стараемся познать все больше и больше. Мы уже сейчас столького добились, сумели запустить космический корабль за пределы нашей Солнечной системы во Вселенную. Думаю, что в конечном счете человек захочет вслед за такими кораблями и сам все осмотреть собственными глазами. А пока никто по-настоящему не знает, что там найдем. Но я думаю, что человек будет достигать все новых пределов. И, вероятно, Господь воспользуется этим, чтобы затронуть сердца людей, которые будут в этом участвовать». Далее в беседе сотрудник американского журнала Power for Living «Сила для жизни» заметил, что, вероятно, что-то подобное можно сказать и о микромире. Ученые видят теперь, что расстояние между ядерными частицами пропорциональное расстоянием между элементами Вселенной. По этому поводу астронавт Джим Ирвин сказал следующее. «Посмотрите на микро- и макрокосм, и вы убедитесь в совершенстве Божьего замысла. Я не понимаю, как можно оспаривать очевидное, что мы были созданы кем-то мудрым, кем-то любящим. Ведь мир, в котором мы живем, так прекрасен». Далее в интервью астронавт Джим Ирвин рассказал, какими еще научными вопросами он занят. «Мои научные интересы главным образом связаны с геологией и космической техникой. Но в настоящее время я все больше внимания уделяю беседам о духовной истине. Я всегда стараюсь сочетать оба аспекта – духовной и научной. Так как многие люди слишком часто отделяют барьером науку от религии? Я считаю, что этого делать нельзя. Под наукой я обычно понимаю открытие основных Божьих законов, которые управляют Вселенной. Наука продвигается вперед по мере того, как мы пытаемся все глубже и глубже понять Бога. Христианская вера является личной связью именно с Богом. Я убежден, что все люди нуждаются в такой связи, а ученые в первую очередь. Если у исследователя эта личная связь с Господом есть, то его поиски будут целенаправленны, его открытия будут и важнее, и полезнее. Поэтому ученым и нужна религия. И люди с настоящей верой гораздо глубже ценят и науку, и технику. Люди нуждаются друг в друге, но главным образом мы все нуждаемся в Боге. Далее полковник-астронавт Джим Ирвин рассказал сотруднику американского религиозного журнала об его отношении к Христу. Христос – источник всех моих сил, источник всего. Каждый день, по мере возможности, я стараюсь общаться с Ним. Каждое утро – это возрождение, когда я просыпаюсь и благодарю Его за новый предстоящий день, за возможность жить для Него и с Ним. Служить Господу – моя первейшая обязанность на земле. Я прожил большую часть моей жизни как эгоист. Я жил для самого себя в надежде на быстрые и блестящие успехи. Но когда я достиг, чего хотел, то есть после полета на Луну, я понял, что все это было основано на моем эгоизме. Я понял, чем надо было заниматься – говорить людям о Христе. Каждый день я стараюсь как можно больше времени уделять изучению Священного Писания, ведь это Слово Божие, и поэтому в нем есть особая сила. Оно неисчерпаемо. Оно и наставляет, не ободряет нас. Бог обращается к каждому из нас через свое Слово. Даже давно знакомые строки, читанные, перечитанные, когда вникнешь в них молитвенно, каждый раз учат чему-то новому. Поэтому очень важно каждое утро выделять тихий час для чтения Слова Божьего, чтобы зарядиться им на весь день. Со всех сторон мы осаждены враждебными силами, и только Бог и Его Слово дают нам силу побеждать. Далее Джима Ирвина журналист спросил о том, были ли верующие среди участников полета на Луну. О, да, многие. Я даже удивился. Не только члены экипажа, но и многие в космическом центре. Много, очень много было искренних христиан. В заключение беседы Джим Ирвин обратился к читателям американского религиозного журнала «Сила для жизни» со следующим словом. Шаги Иисуса по Земле куда важнее, чем шаги человека по Луне. Всему надо знать свое место. В том числе и нашим успехам в космосе. То, что совершил Бог, намного важнее того, что сможем сделать мы всеми нашими слабыми силами. Нет никакого сомнения, что Божий дар, то есть приход Христа, ни с чем не сравним по ценности. Это сокровище, ценность которого многие из нас не понимают. Я всегда стараюсь понять, куда Господь меня посылает, где бы я мог быть Ему полезен. Его воля — это моя цель, это ориентир моего полета. Так говорил полковник военно-воздушного флота Соединенных Штатов астронавт Джим Ирвин в беседе с сотрудником американского христианского журнала «Power for Living» «Сила для жизни». 15 лет назад Джим Ирвин был членом экипажа американского космического корабля «Аполло-15» и был восьмым американским астронавтом, прикоснувшимся к лунной поверхности. Вы слушаете «Голод с Америки» из Вашингтона. Продолжаем программу «Религия в нашей жизни». Христианский мир, как известно, раздроблен на множество различных деноминаций, по-разному подходящий к пониманию Божественного Откровения. Но в одном они согласны. Все они разделяют убеждение, что центром жизни христианина является богослужение, что именно в богослужении христианин встречается и имеет возможность сродниться с миром божественным. Этому не противоречит то, что есть в истории христианства, примеры, и примеры яркие, когда верующие люди спасались и без богослужений. Разбойник на кресте, преподобная Мария Египетская или Павел Фивейский в пустынях, легендарные, а может быть и реальные три старца на острове, свидетельства которых взятое из пролога, использовал в рассказе Лев Толстой с их молитвой, обращенной к Прецвятой Троице, «Трое вас, трое нас, помилуй нас». Но все это, хотя и яркие примеры, но исключением. А для подавляющего большинства христиан богослужение было и остается средоточием их религиозной жизни, в котором оправдывается историческое значение слова «религия» на древнелатинском языке «релиджио», значившее дело, связь, то есть связь между миром божественным и миром человеческим. В чем заключается райское блаженство? По свидетельству святых отцов Церкви, оно заключается в непрестанном созерцании божественной красоты, божественной правды, божественной славы и силы. Но это пассивная сторона райского состояния. Активная же ее сторона заключается в непрестанном выражении блаженства, наслаждении созерцанием правды и славы Божьей, в раскрытии таким образом себя любви Божьей, в благодарении Бога за все и восхвалении Его, то есть в том, что составляет основной, главнейший элемент богослужений. Богослужебная жизнь есть здесь на земле отблеск и верный образ божественной жизни и вечности, которые верующие будут призваны за порогом смерти. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, кто любит богослужение, кому оно отрадно и родно, тот еще здесь на земле срастается с содержанием вечной жизни, и потому эта жизнь там, то есть за порогом смерти в блаженной вечности, не кажется ему чуждой, он с любовью узнает в ней все то, что любил и ценил он здесь в священные часы богослужения. Другими словами, богослужение приучает верующих к вечности, к вечной жизни в Царстве Божьем. Главнейшее богослужение совершается в храме. Христианский храм имеет несколько исторических и принципиальных источников. Первоначальным местом христианского богослужения была горница, то есть комната на верхнем этаже, в доме, принадлежавшем какому-нибудь христианину. Горницей была и та сионская комната, где совершил Христос тайную вечерю. В такой комнате стоял стол, на котором совершалась евхаристия, а участники богослужения сидели непринужденно. Повседневная жизнь христианина тогда, почти во весь период гонений, была настолько высока в нравственном отношении, настолько одухотворена и очищена ежедневной смертельной опасностью гонений, что простая повседневная комната могла быть вполне достаточным местом совершения богослужения безо всякого ущерба для духовной жизни христиан. Еще не было той насущно нужной ныне необходимости выревать христиан из повседневной греховной обстановки, напоминать им, хотя бы нынешним убранством храма, что есть иная жизнь, жизнь духа, веры, богообщения. Но уже с древнейших времен начался процесс, которому современные христиане столь много обязаны, процесс духовного обогащения, осмысливания действий и обстановки, связанных со совершеннодействием. В следующем за апостольским поколении христиан процесс этот стал проявляться все ярче. Христиане хотели видеть вместе с совершением своих богослужений отображение ветхозаветного храма, устройство которого, как мы знаем по первым книгам Библии, было продиктовано Богом, но при этом хотели заново, по новозаветному переосмыслить его. В центре христианской жизни к этому времени переместились из Палестины в греко-римский классический мир. Часто неверно думают, что в период гонений христианские богослужения совершались в катакомбах. Те, кто бывал в римских или в иных катакомбах, не могут себе представить, чтобы в этих маленьких подземных келях могли совершаться общественные христианские богослужения, которые по самому характеру своему требовали присутствия всех христиан данного города. В катакомбах же совершались только частные, по преимуществу погребальные службы. Где же тогда совершались общественные христианские богослужения в послеапостольском периоде? На это частично отвечает святой мученик Иустин-философ. Мы собирались в моей комнате, в доме Мартина, около Тимофеевых бань. Богослужения в то время совершались в частных домах. Греческие и римские дома были в основном сходны и очень консервативны. Они могли быть богаты или бедны, но план их, особенно передней их части, оставался тем же самым. При входе в вестибюль, потом открытый посередине портик, атриум с имплювием, четырехугольный неглубокий бассейн в центре атрия, куда через комплюви стекала с крыши дождевая вода. А затем таблину, столовая, в котором стоял стол с креслом для отца семейства, скамьи для прочих членов семейства, а в языческих домах – изображение богов. Церковь в своей жизни всегда стремится к простоте и к сохранению всего того, что можно сохранить, подвергая перемене только то, что необходимо переменить. В описанном греко-римском доме церковь изменила немногое. Вестибюль превратился в притвор, где стояли некрещенные, оглашенные и кающиеся грешники. Атриум – центральную часть церкви, где находилась основная масса верующих. И таблину, столовая, в алтарь, где стол сделался евхаристическим престолом, кресла отца семейства кафедры епископа, скамьи для членов семейства, делались седалищами священников. В этом тройном разделении места богослужения было внутреннее сходство с заповеданным Богом ветхозаветным храмом, но по-новому, по-христианскому осмысливалось значение этого богослужебного помещения. Вестибюль – притвор. Но в Ветхом Завете в притворе находились всередовые верующие, потому что они были еще безблагодатными чадами Ветхозаветной Церкви. В Новом же Завете притвор предназначался лишь для еще не вошедших в церковь, оглашенных, или для отпадших от церкви грешников, ищущих возвращения к ней. Атриум – святилище. Но в Ветхом Завете в святилище допускались лишь священники, а сейчас в нем стоят все христиане, потому что все они, как учит апостол Петр, род избранный, царское священство, народ святых. Таблину – столовая, святое святых, символ Царства Небесного, которое в Ветхом Завете было наглухо затворено для всех. Поэтому в Ветхом Завете сюда входил лишь однажды в год только первого священника. В христианское же святое святых, в алтарь, входит все совершители таинств, которые для того и посвящаются, и облачаются в особые одежды, напоминающие им о том, что в этот час они люди особые, оторванные от повседневной жизни. Несмотря на постоянное нарушение этого правила в наше время, оно и ныне принципиально остается в силе, и хотя часто плохо, но все же помнится. С чего началось само христианское богослужение? Об этом мы поговорим в следующем выпуске программы «Голос Америки. Религия в нашей жизни». «Голос Америки» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...